Нижний Новгород Игорь, добрый день! Здравствуйте! Погода сегодня, наверное, мягко скажем, не лыжная. Ну почему? На лыжах можно кататься в любую погоду. Так что сегодня прекрасная погода, прекрасные скольжения. Слушайте, ну я в ботинках сегодня, как на лыжах. Ну, на лыжах это же быстро. В ботинках маленько скользит, а на лыжах лыжи едут, и это прекрасно. Дети катаются, вот смотрите, какие скорости. Так что эмоции у них зашкаливают, и погода не влияет на занятия лыжными видами спорта. Мы сегодня встречаемся с вами здесь, на Щелковском хуторе. За неделю до старта 37-й всероссийской лыжной гонки «Лыжня Россия». Между тем, уже третий год ее проводится в другом месте, в поселке Окский берег. Почему отсюда переехали? Ну, одна из причин, что переехали в Окский берег, это то, что здесь очень мало места. На Щелковском хуторе у нас нет здесь лыжного стадиона. Сзади нас находится фок. Мы раньше стартовали здесь, сейчас построен фок. Очень мало места, с каждым годом народу прибавляется. Если начиналось все с трех, потом шесть тысяч людей. В прошлом году было десять. Ну, а в этом году замахнулись на пятнашку? Ну, в этом году у нас в планах, конечно, мы замахиваемся на большие цифры. Чем больше будет количество участников, тем будет нам приятней. Да, мы думаем, что где-то в порядке 15 тысяч человек должно быть в этом году. Вообще, кто сможет встать на лыжу? Интересно по возрастам, потому что многие хотят детей привезти. Вы знаете, на эту массовую гонку, которая проводится во всей стране и стартует в одно время в 12 часов, встают от мала до велика. Это начиная от одного года и заканчивает там... От одного года? От одного года, да. У нас были участники, которым один год, который с папой преодолевает этот километр, он приходит на финиш. Даже есть учрежден приз самому маленькому участнику соревнований. Самому маленькому и самому старшему участнику соревнований. Самые старшие, как я помню, были люди, которым под 86-85 лет. Мне вот интересует такой момент. Проводят лыжные гонки, да, все выходят на старт, но их никак не разделяет. Есть профессионалы, есть любители. А в итоге, ну, понятное дело, что профи, он всегда сильнее. Почему не приводить себе такой индивидуальный зачет для профессионалов и отдельно для любителей? Вы знаете, в этом и заключается эта массовая лыжня. Ее самое главное предназначение, чтобы каждый человек встал на лыжи и поучаствовал с профессиональными спортсменами, так сказать, бок о бок. На этой гонке стартуют не только спортсмены, стартуют и артисты, стартуют и бизнесмены. В общем, все люди, которые неравнодушны спорту. Сейчас в стране большая пропаганда идет спорта. Все люди пытаются заниматься чем-то. Любой человек, образно говоря, который не занимается профессионально, если с ним рядом стоит человек, которого он видит по телевизору, которого он, понимаете, читает про кого в газетах, ему это приятно, они находятся, как сказать, ну, как по-новому сказать, на одной волне, по-молодежному. Но я не профессионал, на лыжах стоял, наверное, пару раз. Вот я способен? Вы приезжайте, мы вас поставим, мы из вас сделаем, вы будете кататься. А если там основные дистанции, это 5-10 километров, мне с чего стоит начать? И так же и остальным любителям. Есть дистанция 2 километра, в этом году будет 2 километра 19 метров, так что, пожалуйста. 20-19 традиционно. Да, 20-19, да, она традиционно проходит, и она началась, это дистанция с Олимпийских игр в Сочи, перед Олимпийскими играми в Сочи. Тогда было 20-14. Да, 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 да. И как бы традиционно сейчас вот эту дистанцию, как сказать, по одному километру добавляют. Но на этой дистанции может поучаствовать каждый. И на этой же дистанции участвуют как раз вот и маленькие детишки, которые идут с родителями, и те, которые очень уже такие пожилые люди, они идут вот эту дистанцию. И очень приятно, я сам в прошлом году ехал с дедушкой, которому 82 года, и, знаете, мы с ним... Некоторые 82 ходят плохо. Ну, а этот еще передвигается, понимаете, и он говорит, что он катается каждый день. Это очень приятно. То есть мы только за то, чтобы их сортовало больше. Пока мы с вами стоим здесь, какая работа ведется в Окском береге? В Окском береге начали готовить лыжную трассу. Трасса будет подготовлена тяжелой техникой. Тяжелая техника – это так называемый ретрак, который нам выделяет... Это примерно то же самое, как на горнолыжных трассах, да? Да, да, да. Это такая же техника работает на горнолыжных трассах, такая же техника работает на всех соревнованиях. Ну, у нас проблема, у нас в Нижнем Новгороде нет ретрака для лыжных гонок. У нас есть только на горнолыжных, там, где частники. То есть у нас своей техники нету. И нам новинки предоставляют ретрак, который будет подготовить эту трассу профессионально Образно, ну, как бы сказать вам, это как на больших международных соревнованиях И сколько времени нужно на подготовку? Когда она стартовала? Она уже стартовала, уже катают лыжню, уже все делают И что это не за месяц? Ну, можно сказать, да, готовимся и даже больше готовят Лыжню, конечно, мы не готовим за месяц, но вся подготовка соревнований намного-намного уже давно готовится Вы в федерации работаете, естественно, с профессионалами Сколько человек вы заявите и рассчитываете ли на победу? Ну, у нас нет такого, сколько мы заявим Мы заявим всех, кто у нас, кто сегодня есть, все побегут Понимаете, у нас нет такого, каждого спортсмена, особенно лыжника И вообще зимних видов спорта, да, зимних видов спорта У них это праздник, это фестиваль Это эмоции, это здоровье Это праздник, фестиваль, или все-таки для них это такой серьезный старт? Нет, 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 это, конечно, праздник, фестиваль Это, как сказать, ну, это всероссийский фестиваль, праздник для людей Понимаете, чтобы люди зарядились большой энергией, здоровьем Чтобы был позитив у них Там же не только лыжные соревнования, там будут всякие эстафеты, конкурсы, артисты выступать Это такой, понимаете, фестиваль То есть можно прийти с семьей, с детьми Не обязательно бежать на лыжах Не обязательно там пробежать Можно прийти просто покататься Там, я не знаю, там, снегоходы будут Там покататься, там, поиграть в снежки, поиграть в футбол Ну, разные, разные, разные конкурсы Ну, это пока все, мы пока все это рассказываем, это, как бы, каждый год все меняется, такие тайны Но мы приоткрыли заезд Да, приоткрыли, но все равно, кто люди придут, они будут очень довольны Можно просто погулять, зарядиться этой атмосферой Человек, приходя на эти соревнования, сегодня, если он не стал на лыжи С ребенком, там, с женой То он обязательно встанет на следующий год Потому что это его зарядит, и он все равно примет это участие А вы откуда, вот, с каждым годом люди прибавляются, откуда они прибавляются, вот от таких людей Собственно, все понятно, теперь мы пойдем попробуем выцепить лыжников, которые тренируются Да, ну пойдемте только на, тут спуск, пойдемте или вверх на подъем А то собьют, да? Или вниз, да, или нас собьют, да К массовой лыжной гонке готовится двоеборец Артем Галунин На лыжах стоит уже 10 лет, за это время спортсмену удалось попасть в основную обойму юниорской сборной России Недавно он вернулся с первенства мира, которое прошло в финской лахте На соревнованиях он занял 27 место, что является очень хорошим результатом для нас Если учесть, что в области нет необходимой инфраструктуры для тренировок Сейчас, в перерыве между крупными и международными стартами, он планирует покатать себя на лыжне России Хотя сам спортсмен признается, что сделать это не так уж и просто, несмотря на все регалии Тема, привет Здравствуйте Извини, что отвлекаю от тренировки Что для тебя лыжня Россия? Насколько это проходное, скажем, мероприятие? Ну, если участвуют профессиональные лыжники На лыжне России, тогда это очень хорошо для тех, кто старается потянуться к ним И поэтому они, ну, весь город принимает участие в этом И смотрят уже свой уровень по результатам соревнований И любители, и профессионалы Насколько тебе комфортно, не знаю, ты так смеешься, когда проезжаешь мимо любителей Они же понятно, что едут медленнее, чем ты, профессионал Я не смеюсь, мимо любителей, я смотрю то, что люди стараются, желают это сделать Значит, им нравится выходить на лыжи Побольше были таких людей, которые катались на лыжах Ну, естественно, ты топишь за лыжи, за какой же счет спорт, да? Естественно, да, так же за лыжи, ну, еще же двоеборья Это не только на лыжах Эта лыжня станет для тебя, который по счету? Наверное, пятый где-то Ну и как успехи? Ой, честно говоря, я не очень силен с профессиональными лыжниками Но где-то в двадцатки приезжал А в чем специфика? Вот двоеборцев и лыжников обычных, ну, вроде делать это одно и то же дело Нет, смотрите, тут все очень сложно Нам нужно, во-первых, следить за весом Мышечную массу нельзя набирать, потому что это мешает прыжкам Иначе не улетишь Иначе, да, никуда не улетишь, просто камнем вниз И поэтому трудно, нужно найти золотую серединку и это все совместить И не как прыгуны ты должен быть, и не как лыжник Потому что лыжники могут набирать массу большую и за счет этого бежать А двоеборцам нужно и то, и то И поэтому трудно найти Получается легковат для этого вида спорта, что ли? Ну, по сути, да, легковат Нужно килограммчиков десять набрать, чтобы нормально по лыжам выступать Именно мышечной массы Собственно, на Лыжне России будут участвовать и другие профессионалы Ребят, привет! Как готовитесь к гонкам? Вообще, что оно для вас значит? Любой старт для нас это положительно, потому что Любой старт это опыт И нужно всегда учиться бегать, потому что нужно всегда развиваться И не стоять на месте Ну, это все-таки для вас соревнования или просто так призвиться? Конечно, в любом соревновании Для всех? Потому что соревнования это для всех До этого вы уже участвовали в этих соревнованиях? Да Ну и как результаты, как вообще впечатления? Как подготовка? Чем они отличаются от профессиональных стартов? Очень много людей Очень много людей Да, это единственная проблема Из-за этого немножко лыжня разбивается Но не сильно, так сказать, что это проблема Именно больше то, что количество людей Из-за этого особо не разбежишься Как выявляет победителя? Ты должен на время пробежать? Или немножко не понимаю? Да, старт массовый идет И кто первый приезжает, то победил То есть нужно всю эту кучу обогнать? Да Но опять-таки там стартовая поляна То есть ты сам выбираешь, где стартовать То есть тебя никто не уставляет там И ты сам выбираешь, где стартуешь Откуда Девчонки, а ваши впечатления, ваши ожидания? Ну, зато там весело Много народу И как бы не скучно Одно лежать Вот Но конкуренция-то большая? Вот среди девчонок? Ну да, большая конкуренция И, конечно, нелегко, но Стараемся Встречаете ли вы там Конкуренток по сборной области На трассе на это или нет? Да, да, конечно Приезжают девочки из города Семенов Из Павлова То есть со всей области, да И каждый из них очень сильный Ваши места какие занимали до этого? Ну, четвертые, пятые Ну, конечно, не первые Но в пятерке Чего не хватает тогда, чтобы стать первым? Больше тренироваться Погода как-то влияет на результат или нет? Влияет, конечно Если вот такая трасса, как сейчас То лыжи едут очень хорошо И результат лучше становится То есть когда лез под ногами, это хорошо? Да Для меня, да Их нужно как-то смазывать лыжи по-особенному или нет? Или просто прям берете неподготовленные? Это смазка ведь называется для лыж, да? Есть смазки для держания, а есть смазки для скольжения Ну, смазки для держания используются на классике А для скольжения они используются также и на классике Но смазки для держания, они используются только на колодку Именно для держания А для скольжения, они и для скольжения И на конек наносятся, и на классические лыжи То есть на те, и на те лыжи На те гонки Много видов, также есть подвиды. Разные виды парафинов, то с высоким фтором, со средним фтором, с низким фтором. Также есть порошки и таблетки, которые еще лучше улучшают скольжение поверх скольжа парафина. Также и мази по разным температурам. Для каждой погоды своей профины и мази. А без этой смазки можно ехать или нет? Конечно, можно ехать и без нее. На лыжи можно, да. На лыжи, конечно, будут похуже. То есть на первое место уже можно не рассчитывать. Но если ты сильный, то можно и хоть на деревянных лыжах выиграть, по сути. Подход к делу у каждого участника индивидуальный. Многие приезжают на лыжню не за победами, а за хорошим настроением. Последнее получить гораздо проще, чем первым прийти на финиш. О том, как прошла самая массовая лыжная гонка страны в 2018 году, мы расскажем в нашем следующем сюжете. Всероссийская массовая лыжная гонка лыжня России начинается с фальшстарта. Недотерпели нижегородцы буквально полминуты и рванули вперед. Что называется, азарт взял свое. Три, два, один, стоп! Ты прыгнул из-за места того. Дистанция, как обычно, несколько. 10 километров в пять, символически 2018 метров. Плюс два забега семейные представители предприятий. На лыжню практически всем составом приехали работники предприятия Нижегородские бани во главе с директором Николаем Сатаевым. Николай Петрович с лыжами давно на ты. Говорит, катается каждые выходные. Чем не пример для подчиненных? Погода, девчонки, жены нету, девчонки, супер, настроение прекрасное. У нас здесь нижегородские бани, у нас своя кухня, здесь у нас своя уха, у нас своя солдатская каша. Сейчас гармонь принесем, споем песню, так что у нас сегодня великий праздник для коллектива. Михаил приехал на лыжню вместе со всей семьей, двумя сыновьями, женой и годовалой дочкой. Она будет догонять родителей и братьев на детском снегокате. Придет время, папа ее поставит на лыжи. Остантин Васильевич Путов. То есть у вас спортивная семья? Да, да, да. Приседатель совета директоров инвестиционной группы компании ДЭКО-КРАНИЯ, Андрей Эрикович Рындос. Всем здоровья, всех с праздником, с праздником России. Всего доброго, России вперед. Гонки в деревне Новинки проходят второй год подряд. Раньше центром событий считался Щелковский хутор. Но в какой-то момент спортсменам стало там тесно. Здесь же раздули, лыжню строили с помощью специальной техники. Трасса отвечает всем стандартам. Погода у нас по заказу, погода не подвела. Все было здорово, праздником удался. И вот последнее буквальное сведение. Где-то около 9 тысяч человек участников было. Но единственное, наших сильнейших сегодня не было, нижегородских ведущих, лыжников. Еще раз, если слышали информацию, Анастасия Седова, Сарова. Сегодня была 12-я в Синьяне на Олимпиаде, в Скиатлоне. А остальные ребята сейчас на первенстве в России. Долго мерзнуть на финише не приходится. Имена первых победителей стали известны через 20 минут после начала соревнований. Призовых мест сразу 6 во всех забегах. Самым авторитетным является на 10 километров. В этом году первое место здесь заняли Владимир Федулов среди мужчин и Дарьи Баушеву в женском зачете. Трасса несложная, крутых подъемов нет. Есть спуски, есть тягуны хорошие. Но езди разобраться. Хорошая трасса. Да, здорово не ее изучали? Да, я вчера приезжал посмотреть. Да все классно, лыжи катили вообще отлично. Ехалось легко, все вообще шикарно. Трасса хорошая, широкая. Все вообще прям по довольствии пробежало. Лыжные гонки стали центральным, но далеко не последним событием. Скучно не было никому. Неподалеку от лыжной трассы проходит 6-й зимний фестиваль с мини-футболом и другими конкурсами. Плюс традиционно работает полевая кухня, где можно компенсировать потерянные за гонку калорий чаем и солдатской гречневой кашей. Подготовкой новичков к лыжне России и фестивалю зимних видов спорта занимается Павел Гудовский. Он руководит студией Pro Trainer, где оперативно могут поставить на лыжи любого желающего. В этом можно убедиться, глядя на самого Павла. Кажется, он умеет абсолютно все, например, проехать коньком назад. На все это ушли годы упорных тренировок, и теперь он готов поделиться своими навыками с участниками масс-старта. С профессионалами мы уже пообщались, а сейчас узнаем, как готовят любители к этой лыжной гонке. Павел, приветствую. Добрый день. Расскажите, какая ваша роль в этом зимнем фестивале? Наша студия функциональных тренировок, именно аутдор-тренировок, тренировок на улице. Мы занимаемся подготовкой любителей, детей, взрослых именно к этим массовым мероприятиям. Все любители сейчас очень любят заниматься на улице. Мы как раз начинаем с самого АЗОВ. Мы учим технике скольжения на лыжах, умение распределять свои силы по дистанции, тактической работе, различные тренировки. Так же, как и фитнес-оздоровительные, так и действительно у нас есть уже подготовленные любители, которые будут участвовать в этих соревнованиях. Сколько любителей заявилось лично к вам на подготовку? Ну, у нас сейчас 20 человек готовятся. Какой их уровень вообще? С чем приходит? С кем покажу? В этом году 10 человек только встали на лыжи, поэтому они пойдут самую маленькую дистанцию. У них основная задача именно просто пройти ее, получить удовольствие. А у подготовленных они будут уже там бороться за секунды. Сколько времени нужно, чтобы нормально, прочно стоять на лыжах? Ну, на самом деле, прочно стоять это где-то от полугода. То есть, одна зима, и со второй зимы человек очень уверенно катит на лыжах. Понятно. А на медали-то можно вообще рассчитывать тем, кто только пришел? Или на них это просто чисто фан такой? Да, это больше оздоровительный, больше такой фан. То есть, собраться со всеми вместе, потренироваться, пробежать соревнования, получить массу впечатлений. Наша студия Pro Trainer. Это является филиалом московской студии Pro Trainer. И здесь мы приглашаем всех выходить, тренироваться, любителей. Будем всем рады. Наши тренеры подготовлены по системе Pro Trainer. Это специальная система, которая дает правильную технику катания на лыжах. Даже если вы не умеете, никогда не стояли на лыжах, последний раз в школе на физкультуре лыж, то мы вам напомним об этом и вам понравится уже. Поэтому возвращайтесь в спорт лыжный. Всех будем ждать. Лыжная Россия и фестиваль зимних видов спорта пройдет в поселке Окский берег. Сегодня мы убедились в том, что там будет точно весело, поэтому всем быть! Приглашаем на Лыжню России! КОНЕЦ